Приветствую вас, и, вы знаете, ну, если говорить только о поведении человека, да, если говорить только о том, что, ну, делает мужчина, то, на мой взгляд, здесь проявляется такое вот чувство собственничества, я бы так сказал. То есть, это вот именно желание, попрос, чтобы вы, ну, принадлежали только ему, да, вот желание, чтобы вы были только с ним, и всё. Вот. То есть, для меня это выглядит так, ну, для меня это выглядит в таком ключе, для меня это выглядит так, что вот человек хочет, чтобы вы были другие, вот это не хочет, не хочет, не хочет, с одной стороны вас отпускать, вот, а с другой стороны и в отношениях с вами быть ему тоже не очень хочется. Вот. То есть, на мой взгляд, основная проблема заключается в том, что человек не готов быть в отношениях, но и не готов нести ответственность за, ну, грубо говоря, за свою неготовность. Да, если вы понимаете, допустим, что я имею ввиду. Вот. Вот. А с другой стороны, вы пытаетесь человека понять, вы пытаетесь понять действия человека. И надо сказать, что это далеко не лучший вариант для вас пытаться понять действия человека. Потому что таким образом вы в достаточной степени отдаляетесь от себя, отдаляетесь от понимания себя, от понимания своих мотивов, да, от понимания своих действий и так далее. То есть, мне опять же кажется, мне кажется, что вы не делаете себе хорошо. Вот. Тем, что пытаетесь понять мужчину. Напротив, вы себе таким образом убредите, но что важнее, вы продолжаете двигаться по пути непонимания себя. Потому что были, ну, мотивы, очевидно, вот, были мотивы, по которым вы выбрали, допустим, человека, да, вы выбрали, ну, вот, человека, с которым хотели бы встречаться. Вот. Вот. Есть основания. А есть такие вот у вас основания, значит, должны выбрать именно такого мужчину, который так себя ведёт. И, казалось бы, что человек, о-о-о-о, повел себя неприемлемым для вас способом, казалось бы. Ну, вы не можете его забыть, о-о-о, сейчас. У вас не получается этого сделать. Именно забыть его. Вы хотите теперь его понять. И вам важно разобраться с тем, почему вы хотите человека понять. Зачем это для вас важно. Вот это то, что я могу вам сказать, опираясь на ваше сообщение. То есть, с точки зрения психологии, с точки зрения, именно с точки зрения психологии, крайне важно разобраться с вашей мотивацией. Для чего вам пытаться человека понять. Тогда вам будет гораздо легче, гораздо проще, вот, и гораздо естественно. Вероятно, если это уже не первые отношения, которые у вас развиваются по такому сценарию, по такому шаблону, то нужно здесь исследовать, собственно, ваши сценарные паттерны поведения, чтобы корректировать их. Потому что у сценария есть смысл, у сценария есть выгода, которая вам не всегда осознает мягко говоря. Не всегда. Вот. Ну и очень часто. Почти всегда. Не, не осознает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи. 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 Удачи.